И сегодня мы с вами продолжим размышлять о духовном возрасте. Помните, была месяц назад проповедь о духовном возрасте? Очень длинная проповедь, как мне потом сказали. Она в ютубе нарезана на три части. Можно будет там где-то клацнуть и посмотреть. Кто помнит, какой мы возраст в прошлый раз размышляли? Не, мы младенцев не разбирали. Юноши, юноши были, спасибо большое. А чем юноши отличаются, какая там отличительная черта у юноши? У молодых мужчин, у молодых женщин? Много энергии, да? Много энергии, сил, здоровья для того, чтобы служить Богу со всей силой. Служить и что еще там было? Воевать. Потому что вы, что вы сделали? Молодцы, спасибо большое за вашу помощь. Вы победили Лукауа. Но до этого есть дети. И сегодня мы будем с вами говорить о духовном ребенке. А именно об отношениях с Отцом Небесным. Немножко напомним, да? Есть там в Библии, это Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава. И там говорится о трех духовных возрастах. Это дети, юноши, молодежь и отцы. Это те, которые уже родители, которые могут приводить других людей к Богу, учить и наставлять. Юноши, чем они отличительные черты? Повторим все вместе. Сила молодого человека, это его вера. Он наполнен Словом, он наполнен познанием Слова. То есть его детство, его молодость наполнена тем, что он изучает очень сильно Слово Божие. Его весь интерес в том, чтобы наполниться и знать, держать этот меч. Знать, как мечом воевать. И в конце концов происходит победа над лукавым. Победа над лукавым в своем сердце, с грехом, с плотью. И победа над лукавым вовне. Он видит зло, он может защищать церковь, он может воевать со злом. Он понимает, как побеждать этот мир добром. И он знает, что победа совершена на кресте. Он или она. Вот это молодой человек, который знает, как воевать против дьявола. Потому что его победа уже во Христе сделана. И он в это верит, и он точно к этому идет. И он знает, что идет война. Идет духовная война, которая направлена для того, чтобы уничтожить физически человека и духовно человека уничтожить. Меня хорошо слышно, да? Не хорошо? Чуть-чуть громче буду говорить. Хорошо. Наша цель с вами — это пройти все духовные возраста. Сначала дети. Наша цель как человека — сначала родиться, потом стать отроком, потом познать Бога и стать способным других людей приводить ко Христу, учить и помогать. А потом что? Прийти в полный возраст Иисуса Христа. Вот это цель каждого человека. Независимо, сколько вам лет, или вы пришли к Богу сейчас, когда вам уже 50, или вы пришли к Богу в детстве. Цель человека — познать и прийти в полный возраст Иисуса Христа. Это написано... Мы все повторяем. Это было в прошлый раз, но немножко повторяем. Это написано к Ефесянам, 4 глава. 4 глава, 13 стих, 14 стих. Ефесянам 4, 13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. Муж совершенный, подставляйте, сестра совершенная, в полный возраст Иисуса Христа». Теперь такой вопрос я задам. Если чуть-чуть задуматься о физическом росте, мы рождаемся младенцами, каждый из нас родился младенцами. Как вы думаете, когда происходит переход от младенчества уже в детство? Можно какие-то определения дать? Мамы, как вы думаете, когда ваш ребенок, когда вы воспитывали его, когда он перестал быть младенцем? Молоко перестал говорить. В годик. Еще? Как? Когда уже показывает свое «я». «Я». То есть уже «я». Он с самого начала, он кричит, уже показывает «я». Он все время хочет чего-то. Окей, значит, когда говорить начал, да? Когда говорить начал. Для меня, когда пошел. Ну вот мои дети, когда пошли, он уже не младенец, он уже дитя. Можно так сказать? Научился ходить, он уже все. Он может себя обеспечить, пойти и взять то, что он хочет. А пока он не научился ходить, он ограничен. Он не может себе позволить то, что он хочет. Пошел, он еще не говорит. Все, пошел, маму я хочу кушать. Там молоко дает, мама не дает. Это уже другая. А вот он уже может себя обеспечить. Он уже ребенок. Хорошо. А когда он перестает быть ребенком и становится подростком? Здесь сложнее, да? Здесь такого очень размыто. Ну вот приблизительно. Обижаться. Хорошо. Есть еще варианты? То есть это связано внутри или с физиологией больше? Больше, наверное, вот эти внутренние перерастающие процессы, когда он начинает меняться. Меняться и физически, да? То есть оно больше связано, уже подростковый возраст больше связан с тем, что там кто-то начинает бриться, кто-то начинает больше смотреть там в зеркало и так дальше, да? То есть это уже такие вещи более физические, но они размыты во времени. А когда человек становится уже из подростка молодым человеком взрослым, как вы считаете? О, да, ответственность, да? Ну сколько в Германии 18 лет и уже полно, как это называется? Совершеннолетний. Все очень ждут совершеннолетия, наконец-то, сейчас вот, извините, но там все сложнее. На вас все скидывается и сами виноваты, сами разгребайте. Именно ответственность, очень хорошо. Именно ответственность человек может и должен сам уже решать и отвечать за свои поступки. Хорошие, плохие, но он ответственный за все. То есть мы вот так приблизительно, но есть какие-то периоды, когда человек переходит. И оказывается, в духовном возрастании так же самое. Есть период, когда мы дети, когда мы молодежь, и когда мы уже взрослые люди, которые могут других научать. Давайте с вами мы прочитаем наш отрывок. Первое послание Иоанна, вторая глава, 12-13 стих. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Меня интересует здесь, и мы с вами будем обращать внимание на дети. Пишу вам 12 стих, пишу вам дети. И 13 стих, пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Отцы и юноши мы пока не разбираем. И здесь использует Иоанн два слова. Дети, если вы выше посмотрите, первый стих там тоже написано. Пишу вам детки. Он ко всем обращается. На тот момент ему было 100 лет. Для него все детки. И поэтому он к всем обращается. Но здесь, в этом отрывке, он использует дети и отроки. Так вот, дети с греческого здесь, это множественное дитя. Дети. А отроки, это тоже с греческого, тоже дитя-младенец. То есть, одинаковый возраст. И мы можем сказать, что для этих двух описаний, получается, дети вам прощены грехи ради имени, его, раз. И вы, дети, познали отца. Вот характеристики духовного периода ребенка. Все начинается с рождения. Все начинается с принятия прощения. Все начинается с того, что мне прощены грехи. Что я покаялся. Без покаяния, без обращения к Христу не будет детства. Мы можем просто верить, верить, верить в Бога. Но вы знаете, там есть еще в Слове Божьем слово такое, и бесы веруют и трепещут. Без покаяния человек не может родиться. Без покаяния человек не может быть рожденным младенцем. Иметь отношение с Богом. А что же означает вот эта приставка ради имени его? С одной стороны, это означает, что прощены ради имени Иисуса. То есть, через Иисуса прощены грехи. Не просто так я получил прощение вот так просто, потому что я такой хороший, из-за моих дел я что-то добился. Но я получил прощение из-за того, что Иисус что-то сделал. Откройте, пожалуйста, Евангелие Луки, 24 глава. Что говорит о себе Иисус? 24 глава, 45 стих по 48. Это конец, это уже последняя глава. Он уже вывел их, и он сейчас уже уйдет на небо. Это уже после воскресения. 45. И тут Иисус научил их понимать, извините, я современный перевод, не синодальный. И тут Иисус научил их понимать смысл Писаний. И сказал им, вот что говорят Писания, помазанник должен был претерпеть страдания и на третий день встать из мертвых. От имени его надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима, изменить всю жизнь и вернуться к Богу, чтобы получить прощение. Вы всему этому свидетели. Обратите внимание на ваш перевод. Ради имени его, да? 47 стих. Ради имени, во имя, имя его. То есть через Иисуса Христа, который перед этим говорит, умер, это надо было. На третий день воскрес, это надо было. Чтобы через вот это действие, этого Иисуса, мы могли изменить свою жизнь и вернуться к Богу. Без понимания, что именно Иисус, его имя, он является тем, через кого я могу развернуться к Богу и иметь с ним отношение, без Иисуса Христа это невозможно. Если вы думаете, что я могу просто быть хорошим, или я могу просто верить в Создателя, или я могу пытаться по своей жизни как-то, ну, что-то делать, но вы не имеете обращения к Христу и говорить, Иисус, это ты заплатил за меня. Как это происходит? Вот представьте себе, надо сделать операцию, денег нету. Очень дорогая операция, мне нужно сделать операцию, а денег нету. Я прихожу к доктору, а он говорит, а за тебя уже заплатил. Вот это имя стоит и оплачено, и ты можешь сделать операцию и быть здоровым. Это просто имя, но это человек, который во имя его, я могу быть здоровым. Он уплатил за меня, чтобы я был здоровым. То же самое Иисус сделал, он пришел и говорит, я уплатил для того, чтобы ты имел прощение. Если тебя мучает что-то, я пришел для того, чтобы ты имел спасение, ты имел прощение, уже на тебя Бог не гневится совершенно. Потому что я за тебя заплатил, я за тебя умер, вот там на кресте я висел. Это нужно было сделать, это не случайность. Это нужно было, мне нужно было прийти на крест, чтобы за тебя умереть. И если я не исповедую, не говорю, это имя, вот этот Бог Иисус Христос, я в Него верю, ничего не получится, не будет рождения. Прощение грехов идет только через имя Иисуса Христа, не Аллах, не еще кто-то, только Иисус Христос. Он это решил, он решил уплатить для того, чтобы мы имели прощение. Но еще есть другой аспект вот этого выражения, ради имени Его. Вы можете вспомнить, если помните, Отче наш, там говорится, Отче наш небесный, пускай светится имя Твое, да? Имя Твое, во имя Его, славить имя Твое, именем Твоим, ради имени Твоего. Вот это очень часто. Мы, ну я, по крайней мере, не употребляю так. Я если о чем-то говорю, я сразу думаю не об имени, я думаю, что стоит за этим именем. Я думаю, ну я молюсь Богу, я понимаю, какой Он. Так вот, в переводе там, если посмотреть, сейчас скажу вам, вот это имя, если посмотреть в переводе, оно Онома. Оно, это название представляет все, что может быть правдиво сказано о какой-то личности, о природе, о характере, о положении, об интересах, о желаниях. То есть, имя за собой имеет кого-то, какую-то личность. И когда я говорю, я молю Тебя во имя Твое, это означает, я знаю, что Иисус, Он имеет силу. Я знаю, что Иисус имеет передо мною защиту от греха. Я знаю, что Он сделал все, чтобы смерть не властвовала надо мной. Я не просто использую имя Христа как заклинание, именем Твоим изгоняю бесов. Это не так просто волшебное имя. Я знаю, кто стоит за этим именем. И поэтому прощение грехов происходит тогда, когда я познаю, кто стоит за этим именем. Это не просто имя, историческая личность, но это Господь. Это Господь, который был на кресте за тебя, за меня. Это Господь, который воскрес. Это Господь, который вознесся и придет к нам. Это не просто имя, которое мы можем, ну, себе, Иисус Христос, Иисус Христос. Это личность, которая управляет нашей жизнью. Это личность, которая является Господином нашей жизни. То есть, еще раз, прощение грехов дети получают не из-за того, что они знают, выучили слово Иисус Христос, а из-за того, что человек понимает, кто стоит за этим словом. Прочитаю еще один стих, два стиха, Римлянам, 10 глава. Римлянам, 10 глава, 9-й, 13-й стих. Чуть-чуть, 9-й, 13-й. «Ибо устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 9-й, 13-й стих. Смотрите, «Ибо всякий», вы этот стих хорошо знаете, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Только ли я должен знавать имя Господне? Иисус Христос, Иисус Христос. Варфоломей, который сидел у дороги, помните? И он говорит, «Иисус, Назарянин, помилуй меня». Он просто имя знал? Нет, он верил, что идет человек, который может его исцелить и дать ему зрение. Если я просто говорю, если я просто думаю, Иисус Христос, но не знаю, не понимаю, кто Он, ничего не работает. Я должен свою жизнь менять в зависимости с тем, как я понимаю Христа. И вот здесь начинается уже дальше, здесь уже начинается познание Отца. Почему и познание Отца? Почему не Иисуса Христа? Почему Отца? Там через имя Иисуса Христа мы спасаемся, рождаемся. А почему здесь Отца? Иисус Христос является мостом к познанию Отца. Отец чей? Мой. Мой Отец. Познание моего Отца, ничего-то. Не просто вашего Отца. Я становлюсь ребенком. Раньше был я выкидыш, ничейный. Тот, кто предназначен на смерть. А сейчас Он мой Отец. Представьте. Он мой Отец. Раньше я был никем. Но сейчас, Он говорит, через Иисуса Христа познание моего Отца. Извините, волнуюсь. Почему это важно? Потому что мы с вами иногда думаем, надо делать, надо делать, успеть много. И забываем, какие прекрасные отношения с моим Отцом идут. Что Он сделал для того, чтобы, дорогие мои, чтобы каждый из вас мог сказать, Отец мой. Это невероятно. Хочу с вами место прочитать. Искал в Библии там, где идут отношения отца и ребенка. Одно единственное место нашел. Я перебрал всех детей. Нет ни одного места там, где были отношения ребенка. Дети дорогие, про детей мало пишется в Библии. Очень мало. Если взять Самуил, нет там отца. Нету там отца, отношений с отцом. Если взять Авраама и Исаака, там тоже какие-то такие кривые, странные отношения. Ну, нету там, потому что там Агарь еще была. Ну, тоже там как-то непонятно. Если взять Иакова и Иосифа, отношения тоже непонятны. Нету примера, где бы были отношения. Подумайте, может, вы скажете. Но я не нашел, кроме одного места. Иисус Христос. Давайте прочитаем. Это Иисус Христос, его 12-летний поход в Иерусалим. Сейчас мы с вами прочитаем. Но перед тем я хочу чуть-чуть контекст, чтобы посмаковали. Что означает 12 лет сейчас в Израиле. Сейчас там 13 лет, но в Библии говорится о 12 лет. Это специальный период, который называется у них бар-митсва. Это обряд, когда ребенок становится ответственным, он становится уже как бы религиозно взрослым. Не говорится, что он полностью стал взрослым. Но говорится, что в понимании Торы, понимании Библии Торы, он становится взрослым. Он сам должен уже изучать и сам исследовать Тору. И там сейчас даже неверующие люди, это очень большой праздник. В Израиле сейчас арендуются рестораны, делаются там очень большой праздник. Что-то приблизительно, как здесь у католиков коммуньон. Очень большой праздник. Это целые фотосессии, это как бы тренировка перед свадьбой, можно так сказать. У них так оно. Девочки очень красиво одеваются, макияж. Это целое, целое, очень много. Поэтому это очень важный период был в жизни Иисуса Христа. Лука, вторая глава, можете открывать. Евангелист Лука говорит о важных моментах жизни Иисуса Христа. Обрезание в восьмой день и потом двенадцать лет. Это такие вехи в его жизни. В этот период мальчики тогда начинали изучать Тору и уже имели возможность исполнять все ритуальные обязанности. И вот наступает двенадцать лет у мальчика Иисуса. И они живут... Какой город живет семья? Назарет. И они должны идти в Иерусалим. Тогда по закону каждая семья, которая в радиусе двадцати пяти километров от Иерусалима, должны были приходить каждый год на Пасху. Обязательно. Если кто дальше, они должны были бы хотя бы один раз в жизни прийти на Пасху. Вы знаете, сколько километров Назарет от Иерусалима? Сто тридцать восемь. Сто тридцать восемь километров. Пешочком. И поэтому не каждый исходит. Сто тридцать восемь это больше, чем Кёльн. Дортмунд это куда там у нас приблизительно? Больше, чем Дортмунд, да? Ну, пешком. Поэтому он пошел первый раз туда. И мы сейчас это прочитаем. Итак, Лука, вторая глава, сорок первый стих. С сорок первого, и я буду останавливаться и комментировать. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник. Они ходили. Каждый год. Сто тридцать восемь километров. И когда он был двенадцать лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. То есть они вернулись назад. Почему так случилось, что как бы не нашли? Шли большими группами. И женщины для того, чтобы им чаще, они брали с собой детей, и для того, чтобы останавливаться с детьми, больше делать пауз, они выходили раньше, чем отцы. Отцы чуть-чуть позже, потому что они дык-дык, и быстрее могли дойти, поэтому они позже нагоняли. И в конце концов, они приходили все вместе в один и тот же самый время. И скорее всего, Мария думала, что Иисус, он как бы уже отрок, он с отцом идет. А Иосиф думал, что Иисус, он еще ребенок, он с мамой идет. И они его не нашли. И остановились на ночевку, а Иисуса нет. Дошли там, где надо им вместе ночевать, нет у Иисуса, и бегом побежали обратно. Целую ночь, скорее всего, шли, волновались, вернулись. И вот они нашли его в Иерусалиме, в храме. На тот момент Синедрион, это то место, где священники собирались, законоучители собирались, они делали день открытых дверей на Пасху. На Пасху, извините. И каждый мог прийти и послушать учителя, и позадавать вопросы, ответить на вопросы. То есть, то, что было всегда закрытым, на Пасху люди могли слушать закон и слушать, как другие рассказывали. И вот там был Иисус. Это не значит, что вокруг, часто на картинках в детских библиях рисуют, Иисус стоит, вокруг него собрались учителя, и все просто удивляются, какой он мудрый. Нет, на самом деле он слушал, задал вопросы, потому что он стал полнолетним для религии, для веры. Возвратились, ищай его. 45 стих, читаем дальше. 46 стих. Через три дня нашли его в храме, они еще по городу ходили. Три дня, то есть, они вернулись в ночь, еще ходили, долго искали. Представьте, в состоянии мамы, и Иосифа тоже. Сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, все слушавшие его, дивились разуму и ответом его. Синедрюл, я сказал, да, что он слушал их и спрашивал их, и потом люди думали, ничего себе, для своего возраста, насколько. И вот, увидев его, 48 стих, удивились, и матерь его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Обратите внимание, как говорит Мария. Чадо, вот отец твой и я, мама, вот отец твой и я с великой скорбью искали себя. Три дня. А Иисус отвечает, 49 стих, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Разве он говорит, отец это о Беосифе? Он говорит о своем отце. И вот здесь как раз происходит познание Иисуса своего отца. Он говорит, мама, отец мой, вон, отец мой, вот здесь вот, в храме. Я думаю, и я согласен с некоторыми комментаторами, что когда Иисус пил молоко младенцам, он не понимал, что он Сын Божий. Когда он лежал на ручках у Марии, он не понимал, что он Сын Божий. Вот это понимание, кто он, он был обычным человеком, обычным ребенком, безгрешным, зачатый через Духа Святого. Но он постепенно понимал, кто он, что он Сын Бога, он Сущий, он от начала до конца. И вот здесь 12 лет, когда он пришел, и он стал уже полноценно взрослым верующим человеком, он понимает, кто он такой. Он Сын Отца. Он не Сын Иосифа, а Он Сын Отца Небесного. Вот это познание. Вот это то, когда Иисус познал своего Отца и говорит, я отсюда не хочу уходить. Откуда я не хочу уходить? Из храма. Мне здесь все самое дорогое. Самое дорогое я нашел в своей жизни. Это пребывать с моим Отцом. Пребывать то, что принадлежит Ему. А теперь перенесите это на нас с вами. Я младенец, я ребенок. Я хочу пребывать с моим Отцом. Моим, не общим, моим личным папочкой. Я хочу с ним быть. Где я с ним могу найти общение? В церкви. В щении. В молитве. Я хочу быть в Доме Божьем. Где Дом Божий? Здесь, братья и сестры. Если меня не тянет, значит, я или забыл, что я, в принципе, начинал как ребенок, или я еще не начинаю быть ребенком, я еще не рожден. Мне не тянет церковь. Меня не тянет к отношениям с моим любимым Отцом. Вот где пункт. Пункт отношений там, где меня тянет. Я хочу быть в Доме Божьем. Он познал, что его Отец, это Отец Сущий. Пятьдесятый стих. Реакция Иисуса на это понимание. То есть, они не поняли Его слов. А, сорок восьмой стих, извините, пропустил. Давайте, сорок восьмой и сорок девятый. И, увидев их, Его удивились, и Матерь Его сказала, Чада, что ты сделал с нами? Вот Отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал, зачем было вам искать Меня, если вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? И дальше. Но они не поняли сказанных им слов. И Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновение у них, в повиновение у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. Здесь можно вообще другую проповедь, да, как Иисус себя вел. Коротко Он мог сказать, ребята, вы меня всю жизнь не договаривали. Я Отец Небесного Творца. Я Сын Небесного Творца. Не пойду я с вами уже. Кто вы такие вообще? Не, Иисус идет, и обратите внимание, в повиновение у них, не только у мамы, но и у Иосифа. И Он становится плотником. И Он работает со Своим Отцом. И Он изучает закон. И познает, познает, познает Своего Небесного Отца. Удивительно. Удивительно, какой нас Господь. И насколько Он показывает, Он человеком был, таким же самым, как и мы. И Он говорит, смотрите на Меня. Я есть мостик. Я мостик к Отцу, чтобы вы через Меня пришли в познание и отношение с Отцом. К теме мостика. Откройте, пожалуйста, 14 главу Иоанна, Евангелие Иоанна, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал Ему, Я есть путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то не знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Познать Отца Я могу только через Иисуса Христа. Принять прощение грехов от Отца Я могу только через Иисуса Христа. После прощения грехов начинаются отношения с Отцом. Вы, дорогие мои, кто покаялся перед Богом, кто перенял прощение, вы знаете Отца. Вы познали Христа, познали Отца и познаете дальше. Эти отношения ребенка, я ребенок на всю жизнь. Я имею отношения с моими родителями на всю жизнь. Каким бы я взрослым, старым потом не стал, я все равно буду ребенком. Вы, дорогие мои, все равно будете всегда детьми Божьими. И иметь отношение, познавать Бога, это постоянный процесс. Это не означает, все, я стал подростком, до свидания. Бог, до свидания. Я буду теперь там что-то воевать, делать. Нет, я познаю Бога. Но познание, это вот те 12 лет у Иисуса. Он понял, кто его отец. Может, не в тот момент. Он пришел туда, он увидел, вау, храм первый раз в Иерусалиме. Только слышал, мобильных нету, картинок нету. Он увидел этот храм. Иисус говорит, я есть мостик. Если вы хотите иметь отношение с Вечным Отцом, если вы хотите назвать Бога вашего Творца, вы чувствуете в сердце, мой Отец, вам нужен Иисус Христос. Вам нужен Иисус Христос, через Которого вы сможете иметь отношение с вашим любящим Отцом. И вот это состояние познания Бога, вот это состояние первой любви, когда ничего не волнует. Наверное, каждый, кто каялся перед Богом, испытывал вот это нежное состояние любви. Меня не волнует ничего. Я ребенок Бога. Он меня простил, мои грехи. Это потом уже начинается сомнение. Это потом уже начинаются заботы, искушения, испытания, падения. Но первые месяцы после покаяния – это первая любовь и окрыленность, которую я знаю, которую я знаю. Меня мой Бог спас. Он мой папочка через Иисуса Христа. Вот эта окрыленность, которой мы можем возвращаться. Уже взрослые, уже сильные мужи, сестры. Мы можем возвращаться и вспоминать, и ощущать эти отношения. Потому что Бог открыт для того, чтобы каждый из вас вспоминал и наслаждался отношениями сейчас. Не просто вспоминал, а имел. Если вас какой-то грех застопорил в вашей жизни, вернитесь в детство. Вернитесь в отношения с Богом и скажите, Отец мой Небесный, я хочу иметь с тобой отношения папочки. Прости мой грех. Прости меня. Я хочу возобновления с тобой вот этих отношений. И тогда знаете, что начинается? Сейчас прочитаю. Псалом 110, 1-2. Псалом 110. И тогда начинается, как по-русски, захоплення? Вовлечение. Как? Увлечение. Не, не увлечение. Восхищение. И тогда начинается восхищение Богом. Псалом 110. Аллилуйя, славлю Господа! Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела, Господи. Вожделенный для всех любящих оные эти дела. Восхищение Богом в познании Его. Ни дела, ни служения, ни еще что-то. Я восхищаюсь моим чудесным отцом. Моим. Отношения отца теперь открываются ко мне. Как он меня любит? У него никогда нет такого. Подожди, я занят. Подожди, я на работе. Мой отец никогда не уйдет от меня. Отец за меня отдал своего сына. За тебя отдал своего сына. Этот отец, для того, чтобы мы здесь все сидели, он отдал за тебя своего сына. Чтобы ты не грешил, чтобы ты имел свободу, чтобы ты имел отношения с ним. Мои же отношения с отцом. Я хочу жить с ним. Я хочу пребывать в доме Его. Я хочу быть там, что принадлежит Ему. Я хочу любить дом Его. Я хочу любить церковь. Я хочу любить братьев и сестер. Это для меня ценно. Не все, что иное. А именно церковь для меня ценно. Дом Божий для меня ценен. И я эти отношения хочу всегда. Как бы далеко не был я уже от покаяния. Как бы я далеко не был уже от рождения свыше. Я хочу этих отношений всегда. Мне они сладостны. И я хочу их. Вот что означает вернуться в детство. Напомнить для себя и почувствовать снова эти отношения. Если у вас стало холодно в сердце. Если вы настолько замотались в этой жизни. И не знаете, забыли, какие прекрасные отношения с Богом. Вернуться в детство. Вспомнить и почувствовать. И сказать, опять же, мостик единственный через Иисуса Христа. Сказать, Иисус Христос, прости меня. Опять напортачил. И не могу иметь с тобой отношений. Я хочу, не могу, прости меня. Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель. Песня, да, есть у нас? А потом наступает взросление, о котором мы с вами говорили. И тогда наступает, зная Отца. Желание воевать за Отца. Желание воевать за дом Его. Никто не будет вас заставлять. Никому не нужно будет мотивировать вас. Вы хотите служить Богу. Потому что у вас есть отношения с Отцом. Бывает так, что мы застреваем в детстве. Не просто возвращаемся в детстве, а застреваем в детстве. И как пишет автор послания евреям в пятой главе. Пятая глава, одиннадцатый, четырнадцатый стих. Я не буду все читать. Просто напомните. Он говорит, вам уже нужно было бы много раз говорить. Не надо вам все объяснять. Вы уже должны были бы все сами понимать. Но вы не способны. Вам еще нужно молочко. А вам следовало бы по возрасту иметь твердую пищу. Тринадцатый, четырнадцатый прочитаю. Всякий питаемый молоком, не сведущий в слове правды. Он не понимает. Ему бы же дать меч, и он стал бы на защите. И служил бы Богу. Он не понимает. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Он понимает, что надо делать, что не надо делать. Он понимает, что нужно слово изучать. Он понимает, как применять слово. Он понимает, что нельзя никак оставлять отношения с отцом. Потому что без них он никто. Он опять выкидыш на улице. Вот что означает впасть в детство. Очень долго там сидеть. И не знать. Но Господь нас призывает взрослеть. Если вы, дорогие мои, долго еще не знаете, что означает воевать со своими желаниями, призываю вас, читайте слово. Наполняйтесь словом, чтобы познать Бога. Только через познание Его, отношения с Ним, я могу взрослеть. Я не буду взрослеть, становаясь начитанным, получая духовное образование в семинарии, еще там чего-то. Навешивая на себя кучу-кучу служений, я не становлюсь духовно зрелым. Духовно зрелым я становлюсь, когда я познал Бога, моего Отца. И это познание дает мне направление в жизнь. Уже завершаем. Каждый получает прощение только через Усса Христа. Каждый из вас может прийти к Богу и иметь отношения с Отцом только через Уссу. Иисус – это начало, где мы получаем отношения с Отцом. И самое классное, мой Отец никогда не оставит вас. Ваш Отец никогда вас не покинет. Он всегда с вами будет. И вы всегда можете к Нему обратиться через Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем и будем молиться.